всем привет это обзор от клин и красный и сегодня у нас с вами будет не обзор чего-либо существенного а будет обзор набора которого только что не так давно вылили слили в сеть показали нам наконец-то качественное изображение нового набора по звездным воинам под артиклом 75 314 который у нас называется шаттл бракованной партии слушайте но феном просто бушует кипит спорок бесконечные такие же как между приколами сиквелами практически в общем фанатам как понравился этот набор так и не понравился просто куча разных противоречивых мнений как у нашего руна это такое зарубежное посмотрел обзоры тоже какое-то неоднозначное мнение по этого набора и я больше склоняюсь к тому что мне вам понравился чем не понравился и вот сейчас давайте на сами на эту тему порассуждаем начнем мы с общего фона скажем так с общей картинки у нас представлена скорее всего какая какой-то эпизод из сериала который у нас скоро появится погони я так понимаю больше но уже по первой серии понятно что охотник будет охотиться за всеми оставшиеся клонами вот и поэтому нас тут два спидербайка условно говоря слушайте но в целом шаттл очень похож если сравнивать с оригиналом очень похож тут придраться не к чему сразу поговорим с вами о количестве деталей и цене здесь на заявлено 969 деталей и а цена около 99 евро то есть у нас практически в россии будет он продаваться за 9000 рублей ну плюс наценка скорее всего около 10 тысяч рублей все конечно говорят об одном то что типа он не стоит своих денег но камон вы серьезно а что стоит своих денег это лего начнем с этого плюс дисней он будет завышенно стоить и вот если сравнить его к примеру с я не знаю с набором олега шаттлом не так давно вышедшим под артиклом 75302 у которого деталей чуть меньше у него пом 660 деталей он чуть меньше будет но суть в том что он по размерам будет одинаково и стоит он чуть дешевле понятное дело но там не такие интересные фигуры то есть уникальности набора особого нет дарт вейдер и люк skywalker и пилот вот если сравнить его этот набор с другим набором например с 1 под недавно вышедшим к двадцатилетию 75243 артикл у того набора аж 1000 деталей и я помню что я вот к сожалению не купил но можно было поймать в детском мире раб один за пять или шесть тысяч то есть это я к чему потому что да когда набор появится выйдет он будет стоить космические деньги но там буквально 2-3 месяца может полгода вы сможете заполучить там ну 7006 а там на алиэкспрессе должен уверен что со скидками с промо кодами может быть вообще по вкусной цене поймать то есть не стоит прям сразу так а цена реагировать на это в общем так дальше дальше у нас что на функции набора функции набора в принципе ну для такого набора открывается нас кабина пилота в которой можно посадить два пилота что очень неплохо вот это очень радует что двоих можно посадить и не одного и открывается вместе открывается и сама часть ну не знаю как не кабина уже дальше часть где можно сидеть весь экипаж конечно не там сидят близко но вот опять же сравнивая с шаттлом там тоже люк сидит напротив вейдера вот по функциям все не кстати не заметил если у него да есть бластеры эти вот плюс очень интересно раскрывается крылья ну сам шаттл похож на шаттл палпатина из-за набора где у нас была трансформация дарт вейдером функции скромный но чего вы хотите от шаттла опять же ну к чему вот хейт по поводу функции что вы хотите от шаттла чтобы он что переворачивался трансформировался в робота или что шаттл как шаттл я думал по размерам он реально будет вот как шаттл имперские из набора с скайвокером и дарта войдом дальше самое интересное самое естественно вкусно это фигурки здесь у нас пять уникальных фигурок у которых есть уникальные детали вот ну начнем мы с охотника интересные интересного него print сразу что радует то что не поскупились и на ногах есть принты вот за это конечно плюс плюс лего определенные вот поехали охотник нож интересные принты и стандартная стандартный шлем клоновские вот не стали леговцы делать уникальную деталь и я их понимаю почему скажу чуть позже почему дальше у нас идет громила крушила прикольно что они добавили ему такой типов броню навесную слева справа наплечники чтобы как бы увеличить его ну есть в этом небольшой эффект единственное что минус мне не нравится вот например шлем шлем они используют как у железного человека по мне так вот могли бы слезать у китайцев китайцев используют шлем mandalards они несли и print вот по мне так и лучше так выполнена версия дальше у нас идет тех слушайте у него вот уникальная деталь шлема я вот пока не понятно не опускается ли не опускается у него вот эта деталь и где у него типа наведения не наведения не знаем зелененькая вот эта часть вот но очень прикольно что вот у него глаза открыты как в оригинале то есть если вы сравните опять же с китайской фигуркой там чуть по-другому на шкорализованном вот уникальный шлем такого нету то есть у раз уникальная деталь принты также у нас спереди сзади если по всему сзади какой-то у него рюкзачок дальше дальше у нас эхо но тут конечно фанаты бунтуются и жалуются почему у него рука не скажем мне вот эта штука который открываются двери дроида или еще что-то обычная рука только серая но понятно почему в леговцы не стали это делать потому что я так понимаю скорее всего этот набор будет единственный по бракованной партии и все пять они будут встречаться только здесь и в этом шаттле если конечно леговцы выпустят отдельно battle pack за две с половиной тысячи они просто быстрее обесценят шаттл на что скорее всего они не пойдут вот и вот делать ради одного набора одну такую руку специальную но лего не всегда так делают то есть зная их политику очень уж редко они так поступают дальше дальше у нас идет crosshair вот у него уже кстати видно имперская броня вот у него имперская броня и она мне очень сильно напоминает черный черных штурмовиков штурмовиков смерти по мне называется вот очень похожая прикольно у него шлем зелененькой этой ну почти их копия этих черных штурмовиков в общем что по итогу я могу сказать сказать мне честно набор ну понравился но я и не как бы у меня не были какие-то сверхзавышенные от него ожидания или еще что-то я понимал что лего выпустит достаточно ну средний или чуть средний набор не понимаю я почему вот так хотят ненавидят там такие одним отзывы то что это все плохо не очень ну прям набор как набор то есть и фигурки 5 фигурок вам сюда положили и пакте практически тысячи деталей цена блин ну чего вы хотите вы же не знаете вопросом почему тысячелетний сокол такой дорогой потому что там куча деталей и все и плюс ну у лего своя политика они собирают деньги с фанатов в общем мое мнение конечно набор дорогой но если вы фанат сериала фанат звездных войн и вам в принципе понравился набор его стоит взять но стоит его взять и поймать по скидке я скорее всего возьму вы для того чтобы сравнить в своей постоянной рубрике лего против китая сравнить фигурки вот но я буду очень долго ждать пока вот прям вот скидка будет прям минимальная не знаю пять четыре тысячи может быть 6 не знаю в общем какой итог я рекомендую но скорее всего по скидке до набор не ужасно как по мне так нет ну и вот все вот эти ожидания типа все так ожидали этот набор и и так расстроились как сказал один человек не оправдали ожидать у меня на этом все пишите обязательно свое мнение в комментариях мне интересно его услышать что вы об этом думаете подписывайтесь на канал вступайте нашу группу вконтакте всем пока